Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами посмотрим на прицеп Fendwianca Active 550. Это абсолютно новый прицеп из Германии. Очень интересной планировки с французской кроватью, раздельным санузлом. Подготовка 12 вольт, отопление Truma Ultra, ой, Truma Ultra, Truma Combi. Это комбинированный котел отопления и бойлер горячей воды. Он проточный на 10 литров, работает от газа. Ну и, соответственно, 12 вольт и газовая такая подготовка дает хорошую, очень большую автономию для использования этого прицепа. В принципе, в поле, если можно так выразиться, прицеп красивый. И, наверное, я бы сказал, что практически идеальный по планировке. То есть, задняя часть салона, ну, мы можем видеть за задним окном такая сплошная стенка. Там расположился санузел, он с отдельной душевой кабиной. Французская кровать в задней части салона, кообразный диван в передней. Кухня по классике. Поэтому давайте его рассмотрим по нашей с вами уже сложившейся традиции, где что находится. Ну и сами сделайте для себя какие-то выводы. 13 пинов, безусловно. Алка. Алка. Причем, что опорное колесо с индикатором степени нагрузки на тягово-сыпное устройство. Принцип безмена прицеп ставится на опорное колесо и можно регулировать загрузки задней части прицепа, передней части прицепа, при этом, чтобы не, скажем так, изменить параметры по нагрузке на ТСУ. Это, конечно же, скажется на рулежке и вообще на тяговом движении. Конечно же, запасное колесо, бак для серых вод, противооткатные упоры, лягушка, как положено для европейских баллонов, для наших в том числе. Ничего менять не нужно. Поставить газовые баллоны, по вашему желанию, влезают сюда до 24,2 литра композитки, то есть запас газа практически 48 литров. И это при постоянном использовании на месяц, я думаю, что будет достаточно. То есть есть определенные параметры расхода потребителей газа, их можно посмотреть. Ну, там что холодильник, а что отопление, они там в режиме уже поддержки берут просто какую-то ерунду. Тент-палатка, безусловно, на фендах только со стороны входа. Фенд в своем репертуаре молдинг во всю длину стороны кузова. Есть доступ под французскую кровать с правой стороны. Давайте с вами заглянем сюда. Здесь у нас французская кровать. Мы видим рукава раздува отопителя Трума. Мы видим аккумулятор. Здесь, по-моему, стоит гель ультра, газлифты. Все как положено. Но, опять же, места много, но не для того, чтобы сюда нагрузить металлолом. Так, по этой стороне все без технических каких-либо. По стороне левой здесь у нас только идет алюминий пикант. Никакой закладной нет. И по частям технических отверстий. То есть здесь у нас доступ для заливной горловины бака собственной воды. Выхлоп газовой части Трума. Вход электричества 220 вольт. И, конечно же, кассета. Здесь бачок смыва, он отдельный. И Т-250. Здесь используются кассеты. Они большие, с ручкой для транспортировки к месту. Уже опорожнение кассеты. Безусловно, юбка из карбона. Это фишки прицепов Fendt. Так, ну, дверь от хорошего холодильника, от BMW, как угодно. Сплошная, не расплошная. Плюс большой ящик для пакета мусора. Ну и давайте посмотрим на прицеп внутри. Классическая планировка. На входе нас встретит вот такая интегрированная кухня. Используются матовые фасады плюс вставки под орех. Здесь у нас 12 вольт есть. В принципе, можем включить свет. Все освещение в данном прицепе, конечно же, диодное. Вот наш холодильник ожил. Пытается в режиме автоматического включения. Сейчас мы его погасим. Чтобы он нас не беспокоил. То есть режим авто, он выбирает приоритет. Работать ему от газа, работать ему от электричества. Или 12 вольт при условии 13-ти пинового соединения. Ящики в интегрированной кухне все с доводчиками. Плюс есть вот такая сетка выдвижная для хранения бутылочек, сыпучек. Конечно же, с пьезоподжигом здесь у нас все. Уровень заполненности бака. А нет, это уровень аккумулятора. Это уровень аккумулятора. Сейчас мы на аккумуляторе работаем. Уровень заполненности бака у нас находится здесь. Конечно же, закаленное стекло. Конечно же, доводчики на ящиках. Все-таки это такая уже более-менее конкретная покупка. Место для ваших фантазий. Место для бака запаса воды. И, конечно же, сама установка труб. Стол в данном случае можно выполнять нижнюю часть, зону нижней части при использовании переднего прообразного дивана как кровать. Он телескопически опускается вниз путем набора подушек, набирается спальное место. Люк в зоне кухни, безусловно, есть. Телевизионная подготовка есть. Холодильник с открытием в любую из сторон. То есть здесь у нас с любой стороны можно подобраться к продуктам. Москитная сетка на всю ширину входной бюджи. И вот такая вот еще красивая спальная комната с французской кроватью. Также точки, диоды. Очень красиво все это дело выглядит. Подъемный механизм есть. Есть у нас угловой шкаф. Немножечко скошенный для облегченного прохода. Набор полок. Но есть еще перекладина для плечиков верхней одежды. То есть если не нужны полки, они легко, достаточно вынимаются. И можно уже использовать с плечиками всю эту конструкцию. Конечно же есть мягкая шторка. То есть спальная зона может быть прикрыта от чужих глаз. Но и мы попадаем с вами в зону санузла. Почему я обратил внимание на эту планировку? Мне нравится вот так вот. Уведено, скажем так, с прохода доступ к душевому ограждению. К душевой кабине. Она с пластиковым поддоном. И стены в принципе выполнены все в пластике. При этом есть у нас раковина для умывания. Куча всяческих ящиков для хранения туалетных принадлежностей. Поворотный унитаз Тетфорд. Матированное окно. Ну и опять же еще один шкаф. И тут тоже вот комплекты полок. Если кому-то где-то их не хватает, их можно поставить в свои штатные места. И использовать уже именно такую вариацию без больших пролетов. Итак, в данном случае это Fendt Бьянка Актив 550. Абсолютно новый караван с аккумуляторной подготовкой. Трума Комби 6. Наличие с полным пакетом документов для оформления и получения. Находится он по адресу Псков Николая Васильева 82А. Стоимость будет указана на сайте авточоэспсков.ру. Продублируется информация в инстаграме авточоэспсков. Ну и конечно же на канале YouTube, где мы рассказываем вам о прицепах. Благодарю вас за просмотр. До новых обзоров. И встречи у нас на площадке.